шестигранники 1 и 5 начинаются опять со снова 1 и 1 берем ту же самую шестую стамеску которую мы использовали в шестигранниках 1 и 4 снова накалываем точно там же в том же месте но если до этого мы срезали на наколку теперь мы будем работать наоборот ставим бочком и срезаем ту площадочку которая у нас в общем то который мы накололи можно сначала спокойно наколоть рисунок сделать как вот эту подрезку а потом уже срезать фон можно делать поэтапно то есть тут на самом деле каждый резчик убирает удобный для себя формат последовательности ученикам и обычно советую делать манипуляции сначала одну от начала до конца потом другую чтобы во-первых руки не путались во вторых вы могли сосредоточиться на конкретном движении тогда он получается ровнее прям бочком можно в несколько этапов то есть если вы видите что как будто один край чуть выше другого срезали сначала в одну сторону потом чуть подкорректировали в другую не старайтесь сейчас уходить глубоко это не нужно то есть убираем одинаковую глубину и убираем его то поле которое у нас здесь образовалась это крупный шестигранник который мы вырезали 17 стамеской если делать их маленькими например 8 стамеской то узор получается интересней он миниатюр не получается такая прям паутинка пробуйте экспериментируйте а вот и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok